Неравнодушный прохожий на деле оказался банальным воришкой. В Стывкаре близится к завершению расследования уголовного дела по факту двух уличных краж. Фигурант, 29-летний Стывкарец, который только летом условно-срочно освободился из колонии, решил вновь взяться за старое ремесло. Что натворил рецидивист, знает Александр Головина. 5 сентября в столичную полицию с заявлением о краже обратился мужчина. По его словам, накануне он оставил велосипед в подъезде многоквартирного дома. Утром, выйдя на лестничную площадку, потерпевший обнаружил пропажу. Не уберег имущество, даже навесной замок на решетке, который злоумышленник попросту сорвал. Были изъяты записи с уличных камер видеонаблюдения, где было установлено, что молодой человек едет на похищенном велосипеде в направлении больничного городка. В последующем ходе движения велосипед был обнаружен в дворовой территории. Также 5 сентября 2020 года в УМВД России по городу Сыктывкару поступило заявление по факту хищения по адресу Морозова, 202. Посреди дня тот же самый мужчина совершил еще одну кражу. Подошел к лежащему на асфальте пьяному мужчине. Поднял его, увел за территорию автовокзала и забрал ценные вещи. В дежурные сутки сыщики установили подозреваемого и вскоре его задержали. На первом же допросе он полностью признался в воровстве велосипеда и куртки. По словам 29-летнего сыктывкарца, второе преступление произошло спонтанно. Заметив спящего человека на асфальте, он не мог пройти мимо чужой беды. Пояснил то, что он увидел лежащего мужчину. И так как он лежал на бетоне, он решил, что ему станет холодно и перенес его на землю, где грело солнышко. И в этот момент потерпевшая у нас начала сползать куртка. И у нас у подозреваемого возникло умысел на хищение данной куртки. Также в последующем уже, когда данная куртка была похищена, он обнаружил, что в ней находится сотовый телефон, банковская карта. Банковскую карту и дорогостоящий смартфон воришка выбросил, поскольку не смог подобрать к ним пароли. А вот 800 рублей потратил на продукты и спиртное. С учетом непогашенной судимости за аналогичные преступления рецидивиста поместили под стражу. Расследование уголовного дела заканчивается, если вину молодого человека докажут в суде за кражу с незаконным проникновением в помещение. Ему грозит до пяти лет колонии.